В Шериховском санатории Металлург встречают губернатора Иркутска области Сергея Ерощенко. С недавнего времени это учреждение здравоохранения, зона ответственности властей при Ангаре. После того, как санаторий был передан в областную собственность, перемены не заставили себя ждать. Через несколько месяцев здесь откроют новое отделение для людей с ограниченными возможностями. Потребность в нем давно назрела. Я не рискнул прибыть сюда на коляске, потому что я знал, что я, наверное, могу только единственное по временно сделанному фантусу деревянному подняться до охраны. И дальше я буду находиться только здесь. Поэтому здание помещения, по всей видимости, строилось давно. Необходимо, конечно, большое количество приспособлений различных. Соответствующая работа уже идет. Приобретаются межкомнатные пороги, ширина которых позволяет пройти инвалидные коляски. Устанавливаются временные пандусы. Комнаты здесь планируют оборудовать поручнями. Из внебюджетных средств будут приобретены обычные и шагающие подъемники. Министерством соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области уже проведены переговоры и достигнуты определенные результаты. По приобретению для нашего ЛФК мы видели его нового оборудования, которое позволит заниматься лечебной физкультурой именно лицам с ограниченными возможностями. Плюс мы также работаем в отношении замены лифта. Центры для людей с ограниченными возможностями, которые откроют на базе санатория. Первые, но далеко не последние в регионе. Губернатор отметил, необходимо, чтобы в каждом городе Приангария все жители региона имели доступ к качественным медицинским услугам. Конечно, нужны вложения, которые от нас требуются. Ну а в дальнейшем функционирование этих центров должно иметь самоокупаемость в какой-то мере. У нас есть Байкальская территория, которая заслуживает стать таким центром для всей России. Санаторно-курортного лечения, в частности, в этом учреждении есть собственные скважины минеральной воды. Надо эти реактивы использовать, ведь многие территории мира вообще не имеют такого преимущества. А мы иногда достаточно к своим относимся к ресурсам. Открытие центра для людей с ограниченными возможностями запланировано на 14 января. В этот день новое отделение примет 15 первых пациентов. Галина Тюрнева, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова